В студии Remedy настолько понравилась свежая демонстрация Uncharted 4, что создатели Quantum Break лично похвалили сотрудников Naughty Dog за проделанную работу, а Сэм Лейк даже выслал творческому директору Uncharted 4 Нилу Дракману свой автограф с благодарностью за то, что его команда установила в игровой индустрии новую планку качества. Тем временем на саму Quantum Break обрушивается буря критики. Причем если версию для Xbox One приняли вполне радушно, то компьютерные игроки просто в ярости. Пользовательская оценка на Metacritic на момент подготовки этого выпуска составляла катастрофические 3,3 балла из 10. Проблема, как это уже входит в привычку, снова не в самой игре, а в ее технической стороне. Отвратительная оптимизация, вылеты, баги — эти заученные компьютерщиками слова, снова пестрят на каждом углу. Ситуация похожа на ту, что возникла с Batman Arkham Knight, в которую одно время просто невозможно было комфортно играть. Кроме того, аудитория PC недоумевает, почему компьютерное издание совершенно не отличается по качеству графики от консольного варианта. Возмущение оправдано, по крайней мере, ценой. PC-геймеры и так не привыкли за игру отдавать баснословные в сравнении с конкурентами 4000 рублей. А когда такое ценное приобретение еще и работать нормально не желает, чувства возникают, мягко говоря, неприятные. Забавно еще, что владельцев лицензионной версии игра частенько обзывает пиратами. Дело в том, что авторы реализовали такую ловушку для цифровых флебустьеров, что если вы запускаете контрафактную версию, то на лице главного героя появляется пиратская повязка. Однако стоит выйти из своей учетной записи Windows Store перед запуском лицензионной копии игры, и вас Microsoft на пару с Remedy тут же признают пиратом. Как-то неприятно, что ли? Похоже, свет увидел первый в истории трейлер видеоигры с обзором в 360 градусов. И кто бы вы думали всех перещеголел? Снова Crytek. Ролик посвящен симулятору скалолаза The Climb, которым можно будет насладиться с применением шлема Oculus Rift. Увидеть это чудо современных технологий можно по ссылке внизу. Угол обзора можно вертеть мышкой. А если вы смотрите через приложение YouTube на смартфоне, то достаточно просто менять положение гаджета в пространстве. Авторы Escape from Tarkov, наши с вами соотечественники из культурного центра страны, Санкт-Петербурга, продолжают впечатлять качеством своего проекта. Этот хардкорно направленный сетевой шутер, в плане сеттинга похожий на русский Fallout, был анонсирован в ноябре прошлого года и сразу врезался в память эпичной фразой «Патроны кончат! Держи, сука, подарок!» Новая нарезка кадров уже больше похожа на реальный игровой процесс, а не на CGI. И всё равно выглядит настолько здорово, что даже не верится, что у нас такое кто-то умеет. Показанные футажи были отсняты во время внутреннего альфа-тестирования, и ещё многое не доделано. Например, стёкла в релизе будут разбиваться. Когда всё это можно будет пощупать лично, пока не очень понятно, но вроде бы запуск произойдёт до конца года. Зато уже точно ясно, когда мы сможем поиграть в четвёртую Gears of War. Дебютный проект канадской студии The Coalition поступит в продажу 11 октября одновременно во всём мире. Но, впрочем, ждать осени не обязательно. С 18 апреля откроется доступ к бете для всех, кто приобрёл Gears of War Ultimate Edition, будь то компьютерная версия или консульная. С 25 апреля начнут пускать и подписчиков Xbox Live Gold. Бета, как официально подтверждено, будет работать в 1080p, хотя были слухи, что разрешение выше 720 не поднимут. Ещё в апреле можно будет пострелять в открытой бете Doom. Она стартует утром 15 числа и продлится до 18 апреля. Для участия не надо быть обладателем какого-то издания или оформлять предзаказ или что-то в таком духе. Пускать будут совершенно всех. Просто скачиваете игру с официального сайта и отправляетесь прямо в ад. То есть в прямом смысле. Будут представлены две карты с говорящими названиями — Жаровня и Преиспудняя. И два режима игры — Командный бой и Тропа войны. Как мы говорили в последнем дейле, боевик Бэтмен против Супермена на заре справедливости за вторую неделю показов резко потерял аудиторию и установил антирекорды по скорости охлаждения зрительского интереса. И вот закономерный результат. Директора Warner Bros. посмотрели на это все, посовещались и им плевать. Их все устраивает. Руководство компании считает, что хоть второй уикенд откровенно слаб по сравнению с первым, но 52 миллиона за выходные — это в целом-то очень даже неплохо. Warner Bros. больше интересует общая сумма сборов, и полная окупаемость картины как раз вне сомнений. И эта сумма, в принципе, может добраться до миллиарда. Компания будет продолжать развитие своей новой политики, где ставка делается на три франчайза — DC, LEGO и Гарри Поттер. 7 апреля 1827 года появилась «Спичка». Хотя многие современные люди наверняка считают, что спичкам уже не меньше тысячи лет. Но нет, они изобретены относительно недавно, уже после пароходов и поездов. Безусловно, исследователи полагают, что первоначально спички были изобретены в Китае в 577 году при династии Ци. Тогда придворные оказались в военной осаде и остались без огня, и в экстремальных условиях додумались использовать серо. Но европейцы до начала 19 века о них и не догадывались — они пользовались огнивом. Экспериментальные деревянные спички 1805 года имели головку из смеси серы, бертолетовой соли и служившей для окраски головки в красной цветке на варе. Но их тоже нельзя считать первыми полноценными спичками, потому что зажигали их при помощи увеличительного стекла от солнечных лучей или капая на них концентрированной серной кислотой. Думаем, не надо уточнять, что носить серную кислоту у себя в кармане не очень-то безопасно, а костры как бы нужны именно ночью, а не когда солнце шпарит. И только в 1827 году английский химик и аптекарь Джон Уокер обнаружил, что если покрыть конец деревянной палочки определенными химическими веществами и черкнуть ей по сухой поверхности, головка загорается и поджигает палочку. Этими веществами стали сульфид сурьмы, бертолетовая соль, камедь и крахмал. Уокер не стал запатентовывать свои «конгривз», как он назвал изобретенные им первые в мире спички, которые зажигались от трения, а просто на радостях от открытия демонстрировал свое творение всем желающим. Да и изобрел он их совершенно случайно, просто смешивал химикаты с помощью палки. На ее конце образовывалась засохшая капля, и чтобы убрать ее, он чиркал палкой по полу, и в один момент неожиданно для него самого вспыхнул огонь.